Особое мнение на 101FM Конституцию и того, как туда людей заманивают Это тоже, надеюсь, успеем обсудить Я не знаю, вот с чего мы все-таки начнем и от чего оттолкнемся От тех мероподдержки, которые кировскому бизнесу пообещали на прошлой неделе Или от того, в чем бизнес нуждается и чего пока не получил Я думаю, что уже не первый раз и мы с вами в этой студии встречаемся И многие другие эксперты и гости здесь были Я думаю, что на самом деле можно уже даже о неких выводах говорить То есть не о текущем срезе какой-то ситуации А о выводах, которые на данный момент имеют место быть Вот если брать тему мероподдержки То, собственно говоря, определенный объем таких накопленных выводов уже имеется Могу их озвучить Давайте Ну, посмотрите, как и многие сходятся в этом Я тоже считаю, что лучший из мероподдержки Это обеспечение возможности работать То, о чем говорит общепит То, о чем говорят торговые центры По которым сейчас наиболее остро вопрос стоит То, о чем говорили до этого предприятия То есть самое главное Так или иначе При соблюдении тех или иных условий Но дать людям работать Это нужно им и морально И материально, что называется Но люди третий месяц без работы сидят многие Ну, определенная часть людей Будем там, опять же, правде в глаза смотреть Если мы в разрезе экономики посмотрим То, наверное, большая часть трудоспособного населения Она все-таки как раз в трудовых отношениях задействована Не только задействована Но и реализует их в полной мере большинство Поэтому, конечно, начавшаяся сейчас реализация уже конкретных материальных мер поддержки Перечисление субсидий на выплату заработной платы Получения кредитов Оказывают поддержку бизнесу Но это поддержка для выживания Я так ее называю Я разговаривал со многими Кто получил финансы на выплату зарплат по умрот Это поддержка, которая позволяет Знаете, такой Находиться в анабиозе Потому что, если ты не работаешь То ты, в общем, выплатил эти деньги Нашел свои Какие-то ресурсы для коммунальных платежей И какого-то там текущего обеспечения И все равно существуешь в состоянии ожидания возобновления своей работы Ну, это понятно, конечно Конечно, такие меры поддержки позволяют этот бизнес В состоянии анабиоза сколько-то продержать Но главное, что можно делать Это дать возможность бизнесу работать И дальше мы выходим здесь с вами на, собственно говоря, ту тему Которая достаточно бурно и активно обсуждается в последнее время Там коротко она звучит так Почему им можно, а нам нельзя Да, совершенно верно В паблике, я не знаю, в группе в телеграме Вятский бизнес Очень активно последние недели три, наверное, эта история Ну, я думаю, что... На самом деле это началось с самого старта Вот этих карантинных мероприятий Когда наши, условно говоря, магазины парфюм закрылись Магнит Косметик работал Когда наши детские магазины с детской одеждой закрылись Детский мир федеральный работал, да И был вопрос, почему местные власти свой бизнес не поддерживают Которые здесь, вот вы свои ребята, да А им, федералам, можно Был такой вопрос Ну, собственно говоря, вопрос до сих пор остается И, на мой взгляд, ответа на него так и не дано По крайней мере, мне этот ответ неизвестен Ссылки к системообразующим предприятиям Ну, в данном случае выглядят такой издевкой И это создает ощущение несправедливости Я не зря сказал, что возобновление работы Это вопрос не только материальный, но и моральный Та часть бизнеса, которая подверглась ограничениям Испытывает не только проблемы с финансами Ну, и проблемы с тем самым отношением Которое, как бы, в их адрес реализовано Несправедливость связана именно с тем, что Почему им можно, а нам нельзя Почему, если нам нельзя, а заболеваемость на спад не идет То делается вывод, что наше открытие там Повлияет на заболеваемость Может быть, надо тогда искать в другом месте Решение этих вопросов И я понимаю, я со многими разговаривал И у меня ровно такой же вопрос есть Почему, регулируя те или иные возможности Или те или иные виды деятельности Государство не обеспечивает соблюдение требований Которые, собственно говоря, само и сформулировало Это мы сейчас про масочный режим говорим? Мы сейчас говорим про совокупность всех видов деятельности И масочный режим И ограничения на ведение деятельности Различными структурами Мы же с вами тоже живем в этом городе И знаем, что ряд предприятий, которые должны быть закрыты Работают В том или ином формате Ряд предприятий, которые Должны соблюдать масочный режим Не соблюдают его Есть те, кто в большей степени Соблюдают, есть те, кто в меньшей Но мы с вами абсолютно не видим, за исключением Вчера появившейся информации О том, что Роспотребнадзор Обнаружил нарушение По-моему, в четырех случаях Два федеральных магазина Пятерочка, по-моему, там упоминалась И парикмахерская в ЦУМе Вот если Это единственная доступная мне информация, которую я знаю Если за два с половиной практически месяца Месяца действующих ограничений На данный момент выявлено четыре случая нарушений Может, они просто не рассказывали про них? Кому-то же полицейские штрафы выписывали Они нам в эфир рассказывали Давайте так, мы сейчас говорим не о гражданах Ну понятно, да, о предприятиях Соблюдение режима перемещения Это не моя тема А то, что касается равенства прав бизнеса Или равенства возможностей Я этого тоже не понимаю У меня тоже есть такой вопрос Я, собственно говоря, задавшись этим вопросом Всегда Стараюсь разобраться детально А не взывать И там я поднял документы По поводу того, какая мера ответственности Кто ее может реализовывать Так вот, значит, в апреле месяце Были приняты там специальные документы По которым На трех листах, по-моему, перечислены Должностные лица Имеющие право, значит, контролировать И налагать меры административной ответственности За нарушение, значит, соответствующей статьи Там, начиная от министра по чрезвычайным ситуациям Из федерального министра Заканчивая, собственно говоря, там Рядовыми сотрудниками целого рядом ведомств У меня вопрос Почему этого не происходит Потому что мы знаем, что Ничто, наверное, не развращает так сильно Как понимание безнаказанности А, ну да, строгость законов С точки зрения Нет, строгость законов Компенсируется необязательностью их исполнения Но здесь ситуация немного другая Здесь ситуация связанная с тем, что Когда ты понимаешь, что никаких Последствий, никаких санкций К тебе приниматься не будет Ты постепенно начинаешь нарушать Все больше и больше А дальше вообще включается теория Разбитых стекол Да, ну конечно, да Если в доме выбито одно окно То будет и два, и три А потом и все Скоро в нем выбьют все, да Поэтому это вот ситуация На которую точно надо влиять Потому что налагая ограничения Необходимо обеспечивать контроль их исполнения И никто не обеспечивает Судя по тому, что мы видим на улицах Здесь ведь важна еще какая-то штука Важно обеспечить не только Там, саму ответственность Важно, чтобы все остальные Знали, что она контролируется И в случае неисполнения возникает Ведь важно не всех оштрафовать Или не всех наказать Важно штрафовать одного Причем в любой ситуации Рассказать об этом всем Да, то есть важно, например, не всех оштрафовать За то, что не пристегиваемся в автомобиле А важно информационно отработать Что эти штрафы существуют Контролируются Вот человек, на которого был наложен этот штраф Да, да Ну, вспомните ситуацию Как нам прививали навык пристегиваться в автомобиле Я всегда ее привожу в пример Пока это был штраф 50 рублей И никто за ним особо не следил Собственно говоря, там Большая часть автолюбителей И значительная часть Там ездила непристегнутыми Штраф увеличили до 500 рублей всего И стали обращать на это внимание Что произошло? Все спокойно стали пристегиваться Никаких проблем Сейчас снизьте штраф и перестаньте штрафовать И ровно через некоторое время Произойдет деградация Исполнения этого правила Слушайте, ну вот Вы об ответственности заговорили Я не знаю Это, конечно, неприменительно к бизнесу Мы сегодня в развороте не успели На эту тему, конечно, поговорить со слушателями Да, вот сейчас хотел бы поговорить с вами Вы же видели вчера эти фотографии Из Великорецкого крестного хода Про который даже священники говорят Что крестного хода нет Это вот какая-то самостоятельная группа паломников В количестве там нескольких сотен человек Которые там, не знаю уж каким образом Двинулись по лесам в сторону Великорецкого Без благословения, между прочим Потому что, да, священники не давали в этом году Вот у них тоже есть понимание Что надо, наверное, посидеть Я не понимаю этих людей Которые пошли? Да А вот, вы знаете, я не понимаю власти Ну, то есть, я могу понять, может быть, там Епархию, да, у которой реальных там Механизмов накладывать штрафы И какие-то ограничения на людей нет То есть, они все, что могут Это действительно не рекомендовать Там, да, не благословить на этот крестный ход Провести там какую-то работу Спаства и, ну, не знаю, там На проповеди что-то сказать Еще что-то Вот я не понимаю власти То есть, от властей Все, что мы видели Это информирование, конечно, да То есть, они говорят Мы не будем обеспечивать Ни пожарными, ни спасателями Ни медиками крестный ход Мы не будем обрабатывать стоянки Значит, от клещей Все прибывшие в наш регион паломники Должны пройти карантин Это поговорилось на протяжении, наверное, последнего месяца Это тоже важные вещи Которые действительно там надо было делать Да, или не делать, наоборот Вот Но при этом я не видела ни одной новости официальной Что где-то в Кирове нашли Прибывших в Киров паломников Которые хотят принять участие В Великорецком крестном ходе Взяли этих паломников Отвезли их в обсерватор Посадили в обсерватор И вот они две недели сидят И только после этого они пойдут И это бы, между прочим, повлияло Вот на ту историю в социальных сетях Когда там на 20 страницах, извините Люди искали из разных регионов попутчиков Киров А вчера ушли Анна, давайте будем последовательны Давайте Значит, в данном случае Великорецкий там крестный ход Хотя его, я так понимаю, нельзя таковым называть Ну, нынешний нельзя, да Является неким Медийным событием Привлекающим к себе Там повышенное внимание Если мы зададимся вопросом Что, собственно говоря, там В рамках этого произошло Мы ответим достаточно просто Произошло там массовое скопление людей Без соблюдения норм Санитарно-эпидемиологической безопасности Я сейчас почему так говорю Не совсем человеческим языком Для того, чтобы дальше немножко эту тему развернуть Теперь давайте будем последовательны Все то, что мы требуем При произошедшем там Вчера, вчера Ушли вчера? Вчера, да При произошедшем там Вчера В начале движения там Паломников Все это же мы должны распространить И на другие подобные ситуации На массовые мероприятия Нет, это может не совсем корректно Я именно так Вот я поэтому именно так Анна и сформулировал Массовое скопление людей Не соблюдающих норм Санитарно-эпидемиологической безопасности Значит, свой гнев Мы должны распространить на все Что имеет Что мы можем таким образом Охарактеризовать Значит, 2 июня Начались полеты Авиакомпании «Победа» В город Киров Изобновились Вы знаете, сколько человек прилетело? Сколько? 174 человека То есть это полная «Победа» прилетела из Москвы? Полный самолет «Победы» прилетел из Москвы Из Москвы? Из Москвы Где по тысяче человек вывеляет каждый Значит, я вам еще раз говорю Туда улетело 130 чем-то, по-моему Если я не ошибаюсь Значит, давайте посмотрим, что происходит на улицах города Поэтому, ну, еще раз говорю В парках, на набережной Я сейчас не оправдываю тех людей Я их действительно не понимаю С точки зрения того Что даже не светские власти сказали, что это нельзя Да, светские власти достаточно там, на мой взгляд Понятную и нейтральную позицию заняли Но это люди, которые считают себя верующими Которым их пастыри, настоятели Не владеют церковной терминологией, к сожалению Но мы понимаем, что Наставники, давайте светским языком наставники Хорошо, и духовные наставники Или старшие по их иерархии Им настойчиво говорили о том, что не надо этого делать И это не противоречит никаким канонам нашим Но эти люди все равно это делают Причем люди, находящиеся там реально в зоне риска Несущие этот риск другим Вот у меня один вопрос в данном случае возникает Является ли это богоугодным деянием? Ну, этот вопрос, ну, конечно, у кого возник вчера Но возвращаясь к тому, о чем вы спросили Я сказал, что надо тогда быть последовательным Потому что это яркое проявление медийное Но, по сути дела, мы с вами имеем дело с подобными ситуациями Достаточно регулярно И действия не отличаются Что в этом случае, что в других случаях Никто на скорой помощи 174 человека из Победы не развез А вот, кстати, интересно, а как их, куда их Они просто сели и разъехались, что ли, получается? Нет, Андрей Леонидович, это вообще, на самом деле, это очень страшно Ну, вот, учитывая, что мы тут, значит, носимся с закрытыми, извините, пожалуйста, там, торговыми центрами и общепитом А при этом получают люди из неблагополучного региона Давайте будем дальше последовательно Мы зайдем с вами в любой продуктовый магазин Ну, конечно, я понимаю, да, что мы там видим Ну, понимаете, надо Там нет соблюдения дистанции Там далеко не все в масках Там ничего нет Люди трогают руками продукты В этом смысле кировский бизнес, на мой взгляд, гораздо более ответственно относится Мы возьмем там нашу крупнейшую там сеть продуктовых магазинов, да И мы видим, что в ней в обязательном порядке все сотрудники, по крайней мере В масках В масках и перчатках, да Все необходимые нормы обеспечиваются Мы заходим в федеральные сети Видим наплевательское отношение к этому Это гораздо более, на мой взгляд, серьезный фактор происходящего Просто, опять же, не надо замещать там системную работу медийностью Так Вот надо обеспечить системную работу по соблюдению требований В местах постоянного массового скопления Я прошу прощения, Андрей Леонидович, вот перебью просто все-таки Наша сеть, ну, глобус, я так понимаю, да, мы имеем в виду Наша сеть, она вот так себя ведет Почему? Потому что к ним туда часто с проверками приходят? Потому что у них ответственные руководители А федеральные сети тогда почему себя так ведут? У них безответственные руководители? Или их просто не проверяют, и они знают, что к ним не придут и не проверят? Оба фактора У них безответственные руководители, и их не проверяют А почему не проверяют? Потому что, ну, вот, а это уже у меня вопрос К Роспотребнадзору? Ну, ко всем структурам, кто имеет на это право Понятно Поэтому я разделяю ваши и, там, публичные недоумения по поводу происходящего в отношении, там, Некрестного хода, который так и в этом Шествие великорецкое, давайте так его назовем Я разделяю, и, ну, просто, там, на мой взгляд, это не вопиющий случай, что называется То есть это не единственный случай? Это не вопиющий даже случай Понятно, ладно Ну, хорошо, вот наша сеть ответственная, там, да И вроде как мы все живем в этом городе И любое совершенно, там, учреждение, которое пока, например, не работает, но хочет работать Оно понимает, что если его откроют, надо будет работать с соблюдением всех возможных требований безопасности, да Просто потому, что иначе его закроют, если вдруг, не дай бог Вот, при этом, вот у меня-то ощущение, что за эти три месяца, там, карантина Мы почему-то не выполнили, я не про бизнес сейчас говорю, прежде всего, там, про власть и про контролирующие органы Мы почему-то не выполнили главные задачи А главная задача, как мне кажется, учитывая, что нам обещают вторую волну карантина Было как раз отрепетировать действия свои, и всех, и бизнеса в том числе В случае повтора вот этого всего, или, там, продления этой ситуации Потому что бизнес не может сидеть вечно закрытым Не могут быть вечно закрытые кафе Не могут быть вечно закрытые магазины Все равно, когда-то, кому-то, где-то придется ведь открываться Ну, несомненно А почему тогда нет со стороны власти, там, да, никаких жестких мер и требований по поводу масок Мы с масочным режимом, когда его ввели, пытались разобраться Я вам скажу, я не могла добиться людей, которые мне дадут комментарии Потому что все друг на друга кивают Полиция на Роспотребнадзор, Роспотребнадзор на власти, власти на Роспотребнадзор Давайте разделим на две части, там вопрос Первый, что касается репетиции Так Репетиция состоялась И, на мой взгляд, там, государственная система вполне отработала, там, свои механизмы действий Которые в данном случае приходилось, там, нащупывать Сейчас уже есть алгоритмы, по которым надо действовать Они более-менее понятны Это первое Второе Значит, что касается, там, соблюдения, там, эффективности мер и все, да Ну, уже, там, по опыту целого ряда стран Если мы с вами посмотрим Вот эта фаза от, там, введения ограничений до, ну, такого, хотя бы половинчатого их снятия Занимает от двух с половиной до трех месяцев Ну, мы практически прошли ее, получается, уже Ну, мы, там, ограничения были введены у нас В середине марта, там, 16-го, 17-го числа перестали работать образовательные организации Я помню, по-моему, Вятский госуниверситет там объявил о том, что начинается дистанционная работа со студентами Вот у нас, там, с 30-го марта были объявлены нерабочие дни Значит, очень хорошо помню До этого были запреты введены на массовые мероприятия более, там, какого-то количества человек Поэтому мы сейчас подходим как раз где-то к тому периоду Вот два с половиной месяца Когда, вот, уже, там, ну, практически, там, на большей степени ограничения сняты И у меня есть ощущение, что так и будет происходить Если не будет ярких вспышек, значит, мы, смотрите, вот, там Понятно, что сейчас в публичном пространстве наиболее остро стоят две темы Торговые центры и общепит Ну, это из того, что не работает сейчас, да Ну, потому что все остальное уже так или иначе работает По сути дела, вот осталось Ну, кроме каких-то, там, вещей, типа, детских лагерей, летних, да Ну, это уже, как бы, что называется, там, не бизнес, который вот прямо там, да, жить, не выжить, что называется Темы две, да, они на слуху Мы за обе эти темы, там, ну, собственно говоря, там, и бьемся, и ведем диалог с органами власти Только не такой, не массово протестный, да, а содержательный Мы приводим аргументы, по которым, например, ну, вот, по торговым центрам, да, я вам Что мы объясняем? Торговый центр, в отличие от магазина, там, меньше 400 метров Это двухбарьерная система Потому что магазин меньше 400 метров Это структура, в которой, скорее всего, арендатор и собственник Он один И он заинтересован в том, чтобы после двух месяцев простоя Как можно более максимальный трафик к себе запустить И в этом смысле его, там, меры безопасности волнуют меньше, чем собственная прибыль Значит, ну, я сейчас утрирую слегка, да, но для примера Чтобы стало понятно Что такое торговый центр? Торговый центр — это большая структура, у которой есть управляющая компания И вот требования к управляющей компании, ну, например, по ограничению количества одновременно находящихся людей Словно говоря, в вашем торговом центре может быть одновременно не более 500 человек Я не понимаю, как это посчитать, ну, ладно, так На входе На входе, понятно Или штраф, да, и закроете Значит, во-первых Во-вторых, эта компания в состоянии обеспечить эти требования У нее есть штат Они и так в течение, в текущей, там, деятельности У них есть охранники У них есть санитарные, там, служащие, да, которые все это обеспечивают Это для них нормальный, как бы, режим деятельности Те же самые охранники ставятся на входе Только не просто для обеспечения безопасности Но и для учета количества людей Вот это первый барьер, который есть Второй барьер, это уже по самим торговым отделам То есть сами магазины, которые там в торговом центре Дайте им возможность, условно говоря, выдавать товар Запустить торговый центр в режиме выдачи товара Потому что у них находится он там Они, например, не дают возможности выйти в, извините, зайти в свой торговый зал То есть чтобы в маленьком помещении одновременно не находилось большое количество людей Друг на друга не дышали Да, но по сути мы тогда говорим о чем Зашло в торговый зал, в торговый центр 300 человек Прошлись по отделам, получили свои заказы, вышли И вот нормальная динамика От магазинов 400 метров, в котором пришли люди толкаться Это лучше даже, да Это лучше Мы ведем вот эту разъяснительную работу Я надеюсь, что там, ну, завтра, насколько я понимаю, должен состояться штаб Возможно, эти вопросы будут рассмотрены Но это надо, этим надо заниматься Я, чтобы вот там аргументировать это Пообщался с большим количеством руководителей торговых центров Более того, мы сейчас Люди готовы это обеспечить, вот этот режим Люди готовы обеспечить Более того, мы по аналогии с декларацией о предоставлении скидки на аренду Которую подписали в присутствии губернатора, руководителя целого ряда торговых центров Мы разработали декларацию соблюдения норм санитарно-эпидемиологической безопасности Которую там, в том числе, предлагаем использовать при постепенном снятии ограничений То есть руководство, как раз управляющей компанией, добровольно берет на себя Обязательства эти рекомендации Роспотребнадзора соблюдать Мы, как торговая промышленная палата, предлагаем им удостоверение соблюдения Мы готовы это обеспечить в формате выезда, проверки, соблюдения всех рекомендаций Вот такую работу мы ведем И я очень надеюсь, что результаты этой работы будут в ближайшее время Андрей Юсенко в нашей студии, президент Вятской торгово-промышленной палаты Мы сейчас сделаем перерыв на полторы минуты и вернемся Продолжаем разговор с Андреем Усенко, президентом Вятской торгово-промышленной палаты Мы поговорили до перерыва о том, что есть определенный механизм Уже разработан алгоритм, который собираются предложить властям Предложили уже по открытию возможному в каком-то формате торговых центров кировских Добросовестных торговых центров, которые готовы обеспечивать меры безопасности Что касается общепита, Андрей Леонидович Там есть, и ведь я, насколько помню, там тоже есть какие-то от именно от участников рынка Какие-то есть шаги на встречу, да? До которой они готовы пойти Есть разного рода шаги То есть мы с вами видели и акции определенные, инициативы, и флешмобы Я знаком с гораздо более содержательными обращениями Та же самая известная компания «Сели-поели», Петр Кочетов Мы с ним вместе смотрели пакет документов, которые они в связи с этим разработали Рекомендации, вплоть до вещей, которые сначала в голову не придут Разделение официантов на зеленого и красного Ой, что это? Ну, красный официант — это тот, который контактирует со всеми посетителями входящими Так или иначе, да, там, распределяя их по залу, там, да, разнося, там, меню Зеленый официант — это который, условно, там, контактирует Обслуживает только столики Да, только с конкретными, да, то есть Ну, то есть минимизация вот этих контактов, да, там С четкими разработанными правилами для каждого из них Значит, ну, здесь давайте сформулируем, наверное, так Наши подходы и предложения по торговым центрам и по общепиту Они совпадают вот с точки зрения содержательных предложений, да То есть мы также, там, аргументировали в отношении общественного питания Возможность соблюдения норм, да, основываясь на их рекомендациях При, там, даже, может быть, даже более жестких, чем, там, рекомендованный Роспотребнадзором Но я понимаю, что подходы при принятии решений в отношении торговых центров и общепита разные Потому что если в отношении торговых центров, мы сейчас с вами проговорили, это кратковременное Пребывание, да Ну, то есть пришел, забрал, ушел Да, то формат общественного питания все-таки предполагает, там, достаточно более долгий контакт А из того, что я по эпидемиологии, там, этого вируса читал Чем дольше контакт, тем опаснее Да, то есть речь идет о том, что для того, чтобы заразиться, необходимо определенное количество, соответственно, там, этих вирусов Чтобы они проникли в твой организм Поэтому я понимаю, что при принятии решения об открытии тех или иных заведений действуют разные правила в отношении ТЦ и общепита Вот А по общепиту тоже будет? Или все, с общепитом 100% до 16 числа нет, никаких подвижек и не будет? Я не являюсь членом штаба, на котором это рассматривается, поэтому я не могу сказать, будут какие-то изменения или нет Еще раз повторюсь, мы свою аргументацию привели А власти сейчас думают? Власти сейчас думают, но, опять же, надо понимать, что наши взгляды, обращения и ожидания должны быть направлены не только на региональные органы власти Я видел письмо федерального санитарного врача, главного санитарного врача Российской Федерации Направленное в наш регион в один из последних дней рабочего мая, по-моему, 29-го Так Содержание было такое? Ну, там четко говорилось о том, что согласно тех параметров, которые в настоящий момент сложились у вас в регионе, у вас нет оснований для введения даже первой фазы снятия ограничений А, то есть все надо закрыть обратно? Вот была позиция главного санитарного врача Российской Федерации И то, что я когда его увидел, я, честно, так скажем, побоялся, что сейчас на очередном штабе как раз и примут решение Зачитают и все закроют Об откате, да, там, к предыдущим всем решениям Так Но этого, слава богу, не произошло Более того, ну, опять же, там, общепит и ТЦ на слуху, да, но не менее плачевная ситуация была у там санаторных учреждений А, кстати, да, санаторий ведь у нас Которые полностью закрыты, у которых, ну, уж извините, там, я не хочу обидеть общепит, да Но гораздо более, там, квалифицированный в массе своей персонал Ну, мы просто идем к тому, что в санатории специфика работы такова, что профессионал должен быть квалифицированным То есть в общепите часть персонала высоко квалифицированная, часть, ну, прямо, скажем, там, такая достаточно Есть сезонные работники, что называется, да Причем в общепите, ну, возобновить, вернее, скажем так Запуститься Подобрать этот персонал гораздо, там, проще, быстрее Я сейчас, еще раз, не хочу обидеть общепит Ну, хорошо, я понимаю, две разные сферы со своей спецификой, да Санатория серьезная специфика, да И они точно так же стояли Полностью А у них имущественные комплексы, ты извините, как бы А их обслуживаю Там же коммуналка И там все, там коммуналка, содержание, все, все что угодно Это же обеспечение жизнедеятельности Это территории, это налоги, те же самые, все остальное, да Они в значительной степени не попали по АКВЭДам тоже Потому что если... Не везде совпадает Да, потому что часть из них значительная Они как медицинские учреждения проходили А медицина не закрыта якобы А санаториям нельзя Все понятно, да Но, несмотря на это мнение Поповой, да Значит, в последнем варианте постановления появилась возможность 16 июня санаторием, по крайней мере, начать работу в ограниченном режиме Там неполная загрузка, она появилась Нашим Кировским Нашим Кировским Поэтому если вчитываться в документы, смотреть динамику и оценивать ее объективно Мы видим, что вот к тем 2,5 месяцам, к которым мы подходим Которые там, да, на мировой практике основываются У нас по подавляющему большинству отраслей экономической деятельности То есть тоже есть движение, такое же, как там Да, разрешение на работу имеется Да, остались две вот эти сферы, которые, ну, вот прямо там явственно как бы видны И там, те, кто имеет отношение к этим сферам, знают, что несмотря на то, что я сейчас говорю Мы занимаемся их вопросами там, как раз сейчас и очень серьезно Но, опять же, как и в случае с ходом, не знаю уже, как его называть Надо смотреть на ситуацию в целом У нас остается с вами 6 минут до конца эфира И мы все-таки должны, бог с ней, с конституцией, мы еще это обсудим, да Но вот историю с 21-м годом и там, и с 20-м годом, да, с маркировкой и с ЕНВД Я все-таки хотела бы с вами обсудить Я видела, что появлялась информация где-то в середине мая По-моему, писали об этом РБК И говорилось о том, что вроде бы в Минфине рассматривают возможность Сохранить ЕНВД хотя бы для индивидуальных предпринимателей Через 3 часа после того, как эта информация вышла на РБК Появилась новая информация там же о том, что нет, этого не будет И ЕНВД будут отменять Я, насколько понимаю, в конце мая было обращение федерального Уполномоченного по защите прав предпринимателей Еще раз с этой же просьбой, да, сохранить все-таки ЕНВД Хотя бы там для кого-то Но власти нет и все Ну, здесь прямо скажем Я вообще не понимаю, что происходит У меня это редко бывает со мной Обычно я все-таки либо там в фактуру погружен Либо, ну, понимаю хотя бы логику принятия решений В данном случае я не понимаю вообще Почему это не происходит, так скажем Введение маркировки В нынешний период При том опыте, который мы по предыдущим введениям там имеем С меховыми изделиями там С чем-то еще там, да Ну, с мехами была самая громкая история, насколько я помню Значит, не то, что не имеет логики А наоборот, ей противоречит Потому что дополнительная нагрузка на бизнес В период, когда бизнесу нужна поддержка Это, ну, вот просто алогичное поведение Более того, оно алогично с точки зрения того, что государство С одной стороны вводит массированные льготы там на бизнес В том числе в части продажи непродовольственных товаров Там той же обуви Государство выплачивает деньги Значит, там отсрочку по налогам дает Да, там полностью списывает налоги там за второй квартал Но упорно идет по пути там требования этой маркировки Единственное объяснение, которое у меня есть Это некий там лоббистский ресурс И мы об этом говорим давно Частные структуры, которые обеспечивают Деятельность этой системы маркировки Вот не более того Почему на уровне там министерства Или там еще выше правительства Российской Федерации Не принято просто жесткое решение То есть мы налоговые там запретили проверки Мы много кому запретили проверки Мы там приняли массу решений в поддержку бизнеса Но это, я не знаю, что за лоббистский там такой ресурс Который вот просто не сдвигаем практически Что касается ЕНВД Тоже не понимаю А с маркировкой, я прошу прощения, все-таки У нас с июня месяца молочники должны были маркироваться По молочникам еще перенесли А обувь, по-моему, с 1 июля С 1 июля никаких изменений нет А ну все, понятно То есть на данный момент Вот мы как торгово-промышленная палата Получаем массу информации о проводимых вебинарах О том, как правильно маркировать Как правильно учитывать, что-то еще То есть вот та структура, которая этим занимается Она очень активно себя ведет с точки зрения продвижения этого проекта Не понимаю, уже со всех сторон правительства Российской Федерации было сказано Отмените на год Приостановите, да На год отмените внедрение любых изменений в сфере ведения бизнеса Почему? Потому что любые изменения это расходы Это сложности, это трудности Отмените, сейчас не время Ну нет, все Та же самая ситуация с ЕНВД очень короткая Понятная и логичная У бизнеса сейчас, как мы говорили, и материальная, и моральная сложная ситуация Необходимость соблюдения целого ряда требований для получения льгот Кредитов там и отсрочки Которая завязана в первую очередь на сохранение там численности занятых Да, штата, да Она заставляет сейчас бизнес принимать решение о том Заходить в эти меры поддержки Там до нового года Чтобы сохранять это Или же уходить куда-нибудь там в серую Или вообще закрываться А теперь бизнес понимает То есть скажите ему сейчас Что условия Там введения твоей деятельности Не изменятся и в следующем году И он будет понимать А сейчас он находится в ситуации Когда он понимает Так, я сейчас сохраняю Но чтобы те же самые кредиты под 2% тебе списали Тебе надо, чтобы у тебя До следующего года численность сохранялась А если ты сейчас на ЕНВД А с 2021 года в УСН Ты должен перейти А непонятно с УСН будут у тебя льготы или не будут И что тогда принимают Ты не можешь элементарно посчитать Простейшие арифметические действия совершить Чем упираться в это ЕНВД Я также не понимаю Я сейчас очень эмоционально говорю Потому что вот это редкие ситуации Когда я не понимаю, что происходит в государстве Зачем убирать этот налоговый режим со следующего года Учитывая ситуацию сейчас Вы в этом году за целый квартал списали налоги Сохраните его на следующий год И будет людям понятно, как действовать Андрей Юсенко в нашей студии Президент Вятской торгово-промышленной палаты На очень эмоциональной ноте Мы сегодняшнюю программу завершаем Я не знаю, будут ли ответы, честно говоря, на ваши вопросы Спасибо большое Особое мнение на этом закончено Мы будем их добиваться До свидания Спасибо вам за это До свидания Особое мнение на 101FM